Друзья, вы на канале UA News. Слава Украине! Героям слава! Зеленский – лидер свободного мира. Украина, как единый кулак, даст отпор агрессору. За подписку, лайки и комментарии будем рады. Соединенные Штаты Америки передадут Украине более совершенной ракетной системы и боеприпасы к ним. Об этом заявил президент США в своей колонке в New York Times. «Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине», – сказал Байден. Также США направят Украине еще миллиарды в виде финансовой помощи, передача которой санкционирована Конгрессом. Кроме того, Байден заверил, что продолжит сотрудничество со своими союзниками и партнерами по санкциям против России. «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии», – отметил он. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерено атаковать территории Российской Федерации, в том числе американскими РЗСО. «Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их РЗСО использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», – заявил Зеленский. Путин проявил слабость, и он не победит. Попытка убить лидера той или иной страны – это, я бы сказала, слабость. Если ты не можешь говорить, то это тоже слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и РФ уже продемонстрировала эту слабость, – отметил глава государства в интервью. Американский президент отметил, что переговоры Украины с Россией зашли в тупик не из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров, – говорится в сообщении. Также Байден отметил, что сейчас США не видят никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Хотя время от времени риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность. Любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия, – подчеркнул он. Тем временем в России стартовали военные учения с задействованием ядерных сил. По данным Минобороны России, в учениях в Иванковской области участвуют ядерные комплексы РС-24ЯРС, оснащенные межконтинентальной баллистической ракетой, дальность применения которой составляет до 12 тысяч километров. Друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Слава Украине! Героям слава! Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вместе мы сила!